Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатываем на несколько каток 53ТП Марковского с вот такими вот двумя прилипшими лопатами к борту, но ладно, как прилепили, так прилепили. Что же касается самого танчика, это проходной танчик, по крайней мере таким он был для меня и таким он для меня остается. Это один из танчиков, в частности ТТшка 8 уровня, ведущая вас по ветке 60ТП Ливандовского. В любом случае вам этот танчик пройти будет необходимо, ну а сейчас мы с вами обсудим, что этот танчик собой представляет и насколько тяжело вам будет его катать для того, чтобы выкатать следующую девятку после него. Я не выкатывал данный танк в топ, у меня 75% экипаж, у меня открыто всего одно оборудование, ускоряющее перезарядку, мне этого очень сильно не хватало и честно говоря, для того, чтобы перекинуться на девятку, я досыпал свободочки и открыл девятку. Уж больно сильно мне не хотелось катать Марковского, но уж извините те, кому этот танчик нравится и кто хочет мне что-то возразить. Если хотите возразить, пожалуйста, есть комментарии, пишите, обязательно отвечу. Если мысли ваши толковые, то возможно их почитает кто-то, кому они будут интересны. Ну и соответственно у него будет на вооружении еще и альтернативное мнение в отношении мнения моего. Мое мнение исключительно субъективно, ну и мое мнение свелось к тому, что я выкачал этот танк, я не хотел оставлять его в ангаре, оставил исключительно для того, чтобы снять на него обзор. Что касается технических характеристик, как обычно обсудим непосредственно в бою. Что же касается тех характеристик, которые я всегда обсуждаю на своем обзоре, это безусловно орудие, с которым вам надо будет катать. Да, безусловно, не базовое орудие, сейчас обсудим топовое орудие, которое вам все равно придется открыть для того, чтобы открыть девятку. Что собой представляет данная пушка? Минус 8 вниз, это гораздо приятней, чем минус 7 или минус 6, как могло бы быть и у некоторых встречается. Что же касается вверх 20, ну комфортно, нормально, вопросов не имеем. Средний урон 420 единиц, я бы сказал, что очень-таки даже неплохо, но 14,5 секунд перезарядки это уже перебор. И при этом всем в 8 левеле у тяжа всего 1733 единицы урона в минуту, это вообще в принципе как для тяжа, я бы сказал ни о чем. С временем сведения, безусловно, чутка получше, допустим, чем вам придется отыгрывать на 50 ТП, там время сведения вообще просто аж плакать хочется. И разброс на 100 метров плюс-минус где-то там в пределах того же. Но, короче говоря, немножко страдальческий танк, вот в этом конкретно отношении. Что это вам показывает и дает, точнее, что у вас отбирает это в бою, мы сейчас посмотрим непосредственно во время катки. Итак, ребятки, мы закатываемся, мы в топе, я не могу сказать хорошо это или плохо, честно говоря, допустим, М7 Йох, он и то поинтересней будет, чем вот эта машинка. Но, по крайней мере, для меня. Не обижайтесь на меня, если кто-то со мной не согласен, высказываю исключительно свое субъективное мнение и ощущение данного танка. Что же касается тех, кто захочет написать мне в комментариях, да ты просто не выкатал экипаж в 100%, то есть там краски совсем другие в игре. Ну, не знаю, ребят, смотрите, у меня была ситуация такая, я начал играть на данном танчике, он мне в принципе не понравился. От того, что я выкатаю в 100% экипаж, ну, может что-то изменится, но мне что-то кажется, что особо не изменится. Время перезарядки орудия, время сведения особо не изменится. Даже если изменится, то прям совсем незначительно и несущественно, соответственно, вываливать 100 голды за то, чтобы вывести танк в топ, который в принципе я по ощущениям потенциально не собираюсь оставлять у себя в ангаре и его катать, ну, как бы согласитесь, немножко глупо. Что же касается того, насколько танчик там совсем по-другому смотрелся бы на обзоре, да, безусловно, на обзоре танчик смотрелся бы гораздо лучше. Но мы-то с вами обсуждаем вопрос какой? Мы обсуждаем с вами вопрос того, какой будет этот танк, когда вы его получите в руки, как среднестатистический игрок, который не ввалит в него 1000 голды, для того, чтобы он стал лучше, чтобы просто выкатать его до девятки. Вот и все. То есть мы с вами сейчас тестим и смотрим танчик на обзоре, каким он будет в случае, если вы берете этот танк исключительно как проходной, но и, соответственно, будете его выкатывать лишь до тех пор, пока не откроется девятка. А когда девятка откроется, продадите его со спокойной совестью и оставите себе вместо в ангаре под другую машину. Вот и все. Поэтому не судите строго те, кто считает, что любая машина, которая попадается в руки, должна быть сначала выкатана в 100%, а потом уже показана на обзоре. Я стремлюсь показать машинки без прикрас, без всей мишуры и, соответственно, без всяких нарощенных ресниц, ну и, соответственно, шелака на ногтях. Вот и все. Поэтому, ребятки, вот какой он есть, такой он есть. Что касается самого танчика, возвращаемся к нему. Танчик довольно подвижный, к нему в этом отношении вопросов нет. Как для тяжа он, ну, очень даже бодренько перемещается, к нему претензий нет в отношении подвижности, как в Ман Сити и так далее. Что касается точности орудия. Орудие довольно точное, несмотря на то, какая у него все-таки проблема с временем сведения и временем перезарядки. Я бы сказал, что время сведения все-таки меньшее из бед по отношению, ну, сравнивая его со временем перезарядки. Все-таки 14,5 секунд играется немножко сложновато. Что же касается точности на дальних расстояниях, ну, вот вам, пожалуйста, точность довольно неплохая и, в принципе, довольно играбельная. Но, опять-таки, вы находитесь в бою, вам бы хотелось сейчас кого-то шотнуть, вот даже вот этого вот товарища тяжелого. А вы еще на перезарядке, и он, соответственно, может как-то поменять дислокацию, куда-то откатиться. Ну, в общем, короче говоря, мне скорости перезарядки орудия не хватало совсем и всегда. Но я вот такой товарищ, я жадный до времени перезарядки, мне бы хотелось, чтобы все танчики шотили гораздо быстрее, пускай даже с меньшим уроном. Ну, вот я любитель быстрых шотов, мне за это очень нравился всегда могильщик. Да, он не нагибает особо, но зато ты заезжаешь и тупо начинаешь раздавать барабан и радуешься жизни. Но у каждого свои предпочтения. Возвращаясь к танчику, хотелось бы сказать следующее. По бронированию. Ну, вот нас прошили вбок, но по морде я особо ничего не вижу, по-моему, он прошили в нижний бронелист. Но, короче говоря, бронирование, в принципе, нормальное, терпимое, как для тяжа восьмого уровня проходного. Да, это не имба, но отыгрывать можно и отыгрывать можно довольно неплохо. Мы сейчас проигрываем, проигрываем по очкам, но я думаю, что основная цель достигнута. Я сейчас смог показать вам, что этот танчик собой представляет в реальном рандоме и насколько сложно на этом танчике придется играть вам для того, чтобы выкачать следующий уровень. Что же касается всего остального, ну, заценивайте сами и, возможно, вы считаете, что данный танчик является каким-нибудь немножечко другим по ощущениям от игры. Итак, мы откатали нашу каточку, мы проиграли, команда проиграла. Проиграли не только мы, мы отыграли практически до последней секунды боя, нас не вынесли и в этом наша большая заслуга. Мы нанесли 2597 единиц урона, мы сделали с вами один фраг, мы получили с вами за проигрыш пол косаря опыта, мы не ушли в минус и в нашей команде по урону мы заняли свое достойное первое место. Я считаю, что это довольно неплохо. Не всегда, конечно, 53 ТП будет отыгрывать вам прям вот такую результативность, но если на нем не лезть на рожон и отыгрывать, как у нас это сейчас было в бою, то в целом где-то на такие результаты вы можете вполне спокойно рассчитывать. Единственное, что 53 ТП, он все-таки более приемлем в бою где-нибудь на какой-нибудь городской карте. Все-таки на открытых каких-нибудь местностях данный танчик отыгрывается немножко по-другому. Особенно туговато он идет где-нибудь по каким-нибудь зыбучим грунтам, типа песков и так далее. Опять-таки скажете, выкатай себе гусеницы, но это уже зависит от самого игрока. Надо ли ему выкатывать гусеницы и тратить туда свой опыт, зарабатываемый на данном танке, или лучше его потратить просто на девятку, а про этот танчик забыть. Здесь, короче говоря, как я уже говорил, выбор исключительно за каждым из вас. А сейчас мы поедем на точечку А, я попытаюсь меньше говорить, больше играть, ну и возможно покажу танчик с какой-нибудь еще интересной для вас стороны. Итак, ребят, мы вот выкатились. Данный танчик, он неплохо играется, когда он играется с поддержкой других ТТ. Вот когда вы выезжаете на кого-то с поддержкой союзников на тяжелых танках, то, безусловно, вам отыгрываться будет немножечко полегче. Что же касается ромбования на данном танке, я бы не сказал, что ромбование на данном танке дает какой-то существенный результат. Иногда немножечко перегнув, ты подставляешь все-таки свою бочинку, и в бочинку залетает. А это очень неприятно. Что же касается в целом игры на данном танке в отношении брони, я бы рекомендовал все-таки ездить больше мордой, чем боком, и, соответственно, принимать именно в лицо все прилеты, потому как пробить данный танк спереди, как правило, особенно для одноклассников, я имею в виду для восьмого левела, им это довольно сложно дается. Все-таки вы у них в основном красный в прицеле, и зеленых мест на нем я бы не сказал, что хватает. Безусловно, все будут пытаться выбивать вот эту вот шляпу, которая сверху у вас стоит на башне, ну и, соответственно, пытаться где-то выцелить как-то нижний бронелист, но он там не выцеливается практически никак, потому что форма у него такая, что, ну, прям очень комфортно от него играть. То есть, если на следующем танке, на девятом левеле, вам придется все-таки пытаться прятать свой нижний бронелист для того, чтобы отыгрывать, то на этом танчике за это вам беспокоиться не придется. Беспокоиться вам придется за вот это вот долгое плюс-минус время сведения и, соответственно, за время перезарядки. Вот за вот это беспокоиться, да, вам надо будет. А так, в целом, мне лично танчик, ну, он не показался мне особо неиграбельным, но отыгрывать на нем унылые какие-то вот такие вот неинтересные бои для того, чтобы открыть девятку, я просто не захотел. Поэтому, говорю откровенно, я домазал немножко свободки, ну, и, соответственно, открыл данную машину, закончил, точнее, данную машину, открыл себе девятку, ну, и, в принципе, на этом успокоился. Поэтому решать вам, оставлять или не оставлять его себе в ангаре, а в целом танчик, ну, если немножечко там постараться и попотеть, то я бы сказал, что он не принесет вам прям, ну, совсем тяготы в том, чтобы выкачать следующий танк, ну, и особого фана он тоже не приносит, ну, по крайней мере, мне. Итак, ребята, мы закончили с победой. В прошлом бою мы слились по очкам, сейчас мы по очкам победили. Итак, посмотрим, что нам дает в случае победы игра. Мы нанесли всего ничего, 481 единицу урона, при этом мы умудрились уничтожить двух противников. Мы получили с вами 1956 единиц, умноженные, ну, деленные на 2. Короче говоря, меньше косаря однозначно. И мы получили с вами заслуженное первое место, но в данном случае с конца. Короче говоря, машинка очень спорная. И мне почему-то кажется, что даже если бы я выкачал в ней двигатель, выкачал гусеницы, она бы не заиграла какими-то там супер-мега красками. Даже если бы я, там, я не знаю, домучил эту машину и открыл в ней 100% опыт экипажа, ну, мне бы это добавило всего там секунду и 52 сократило бы перезарядку. Скорость поворота башни, скорость поворота корпуса, да, они и так, в принципе, неплохие. Проходимость по грунтам, да, окей, вопросов не имею. На это сетовал, особенно в отношении песчаных карт. Время сведения, ну, не особо бы у меня изменилось. И, честно говоря, урон в минуту тоже не особо бы вырос всего на 200 единиц. А для восьмерки ТТ 200 единиц это, ну, знаете, ни вашим, ни нашим. Поэтому и не жалею о том, что не открывал полностью на 100% мастерство экипажа данной машинки. Для меня эта машинка была исключительно проходная. В данном видео я хотел вам показать просто, насколько сложно вам будет на данной машинке выкатывать девятку. Насколько сложно будет играться эта машинка в ваших руках, вы сможете теперь примерить и представить себе, в зависимости от того, как оцените результативность мою и мои умения. Я на себя медали не вешаю, супер игроком не являюсь, супер скилловым профессионалом себя не считаю, да и не претендую. Я всегда, честно говорю, у меня средне ровные руки. Не кривые, не ровные, ну, где-то так, ни вашим, ни нашим. Короче говоря, на данный момент по данной машинке у меня все. Если вам есть что сказать или написать, напишите в комментариях, я обязательно вам отвечу. Если вы не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь и дайте возможность существовать моему детищу, дайте возможность развивать направление World of Tanks Blitz с честными обзорами, а не с рассказами о том, что каждый танк, который вы получаете в руки, мега супер имба. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, ну и, как всегда говорю всем, главное, чтобы у вас в жизни был мир, а значит мира вам. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин